здравствуйте друзья у нас сегодня с утра прямой эфир прямых эфиров не было уже можно сказать три недели до 2 эфира подряд мы пропустили потому что ездили в доминикану как раз мы уехали в четверг вечером поэтому в пятницу с утра не было а следующую пятницу мы были в доминикане и в общем так так вышло так что я может сказать истосковался по эфирам с одной стороны с другой стороны поскольку у нас с утра эфир то мне записывать утреннего видео не надо для основного канала этого поговорим вот со своим со своими ребятами так в приватной обстановке тоже как бы давно не было возможности вообще столько суталаки вы просто ужас да ну что сказать у меня есть творческие планы друзья значит вдруг пришла в голову идея записать видео такой знаете лексический минимум языка идиш для ну для всех как бы да то есть для тех кто таких слов не знает и там я начал составлять список какие слова должен знать каждый человек из языка идиш такие бытовые но там шлы мазал под халой мыс халой мыс вам гарик объяснял да вот все такое халой мы вот эти пустые хлопоты и но не не то что же список дать надо же объяснить понимаете объяснить хорошо на примерах вот поэтому значит надо вспоминать там примеры например вот у меня бабушка например она видя как бы такой стремительный процесс и стимуляции и как бы она принимала вот и она мне помню говорила это я к тому что вот есть в моем списке и слова шикса шикса это девушка не еврейка девушка не еврейка и вот значит бабушка мне говорила миша если уже ты возьмешь шиксу такой же хотя бы возьми красивую эти ночи вот как бы в моей памяти как бы детском моем сознании поскольку откуда было набраться вот этих слов но вот от бабушек дедушек родители почти не использовали но так и на иногда вот значит ну то есть например мама мне могла сказать там миша посмотри на этом но она не она у нее не было еврейского акцента совершенно не интонации ничего на совершенно чисто по-русски миша ну ты посмотри на себя ты выглядишь как настоящий шмаровоз вот этот шмаровоз и шмаровоза если вы помните песню про на дерибасовской открылась а пивная да вот помните там был и спутник жизни вася шмаровоз вот хотя но где-то так вот присутствует в каком-то там вот или там допустим 740 да там 740 он подъедет 740 он приедет наш славный наш это наш агитцин паровоз что такое агитцин паровоз вот и это это тоже как бы идиома такая поэтому я подумал что надо сделать такой сюжет с объяснениями с примерами там еще знаете что там еще выражение вот как бы мало сказать слово под надо сказать его с выражением я вам объясню на примере вот например маяковский да я знаю город будет я знаю саду цвесть когда в стране советов такие люди есть понимаете это маяковский а это с выражением я знаю город будет я знаю саду цвесть когда в стране советов такие люди совершенно другое совершенно другая интонация пойти совершенно другой смысл вот поэтому во всех этих делах кроме такого физического смысла того или иного слова очень важно передать интонацию понимаете допустим вот как в анекдоте приходит еврей крови ну и говорит рыбы скажите а почему мы делаем обрезание тот говорит но во первых это красиво то есть неожиданный такой поворот поскольку это чисто чисто религиозное такое дело но анекдот он если во первых это красиво и вот это вот передать вот это вот я слышу часто много рассказывают как бы еврейские анекдоты а еврейского в них только фантазия того кто рассказывает потому что вы можете заменить его на чукчу вы можете его заменить на русского татарина еврея молдаванина там я не знаю кого габровца вот и будет ровно еще там тоже самое понимаете это не то интонация должна быть но если ты чукча должно быть понятно почему там чукча если это армянские армянская радио то быть понятно что это относится к армянскому радио хоть как-то вот поэтому такое дело так я вот у меня творческий план я так потихонечку обдумываю собираю приходят люди я им говорю послушай вот вот моя коллекция каких слов не хватает зашла вчера женщина в израиле жила я делаю резюме она вообще одесситка и значит я бы вот моя коллекция она но она такая знаете серьезная программистом когда-то было так она вдумчивая пришла на следующий день там подхватить чего-то и говорит вы знаете михаил я вот тут подумала вот и списочек мне дает там еще штук 56 вот но я из них отбираю только такие которые имеют значение за пределами да сказать евреев как таковых да вот как когда люди со стороны чтобы они понимали как бы о чем речь и им не нужно какую-то интонацию на просто чтобы понимали красоту вот и там у нас сотрудница она смотрит и русская женщина она смотрит на мой этот труд и она говорит миша она говорит а если разница вот это вот поц и шлымазл в чем разница я буду здрасте вот даже разница что козел и придурок например это же два разных слова правильно иногда говорят козел иногда вать придурок это близко по смыслу как бы то что хотят передать но это же два разных слов поэтому нужно в контексте нужно во фразе в какой-то я сейчас работаю над этим материалом не могу сказать что это будет какой-то хит который каждый захочет посмотреть вот вот этого у меня нет но поскольку я делал пару раз какие-то сюжеты там и у меня в оголовлении в названии видео было слово еврей я могу сказать что довольно высоко в поиске ютуба в поиске если вы наберете слово еврей то по-русски то в общем то там парочка моих видео будет на первой странице при том что даже не знаю наверное малой малой тематики такой что ли даже не знаю почему то вот так высоко выходит другое дело что туда редко кто заходит и это не не какие-то там сильно популярные темы вот но что-то мне вдруг захотелось знаете такой памятник нерукотворный а то вырастут вот там допустим дети внуки и не будут знать даже какого-то лексического минимума вот придется вот вам обучать вас увидеть какого-то еврея скажете что такое за иди зуб что такое за иди зуб а это просто будь здоров но это не будь здоров как сказать когда человек чихнул ну конечно это можно так но это квадка прощаешься пока там зайди зуб вот но я поскольку не являюсь сам тонким знатоком мне еще нужно немножко порыться почитать что люди пишут потому что знаете как бывает скажешь чем а какие-нибудь евреи ехидны и меня же и засмеют вот скажут что я продался или обрусел или еще чего вот так что над этим работаем что еще сказать знаете у нас сейчас в стране затишье какое-то вот казалось бы там этот трамп комиссия мюллера все так ждали этой комиссии мюллера что он там что-то такое но в общем то как бы получается что все остаются при своих мнениях и всем пофиг но вот чем там решил там не решил и что из этого потом сделали все остальные там сейчас начинается борьба за то чтобы все-таки получить полный текст а то так получается мы текст это не видели но не то что мы а вот они даже там законодатели не видели так им генеральный прокурор сказал ничего там такого нет а сейчас начинают люди которые работали в комиссии мюллера они начинают говорить что этот самый генеральный прокурор что-то смягчает то есть там гораздо более серьезные вещи были в этом репорте чем он пытается изобразить ну и в общем такая вот а его как раз трамп недавно и назначил на эту должность наверно понимая что человек полезный вот вражину же не назначь в общем такие вот интересные тонкости и я что хочу сказать что в итоге всем начихать по большому счету то есть не то чтобы какое-то общественное мнение в ту сторону или в эту сторону абсолютно как вообще приутихло вот мы видим что хватило двух лет для того чтобы общество перестало реагировать на вот эту клоунаду ежедневную когда там каждый день там по 10 твитов из них 8 чистая ложь и вот они все разбирали каждый твит там почему там ложь а там уже новых 10 и еще 10 и еще 10 и там новости которые раньше месяц бы не сходили с полосы они за один день проходят и все и уже никому не интересно по другим законам работает информационное пространство нынче так что много занят на усталость какая-то присутствует как-то поспокойнее стало ну посмотрим я не знаю в той мере в какой экономически страна пока в порядке в общем все все более-менее тихо хотя мы видим что это не принесло трампу признание со стороны как бы его противников вот ну и на самом деле тоже как бы мы мы понимаем какой ценой это все достигает это же не не политические какие-то вещи это чисто чисто финансовые то есть как бы одолжили денег кутим что дальше будет посмотрим хотя в общем примерно понятно что будет непонятно когда так что друзья мы расслаблены ждем участвуем в баталиях тут какой-то какая-то выкханалия понеслась значит вот этих время блогерами не хочется называть но вот этих вот наверное плохие дела вот с той стороны потому что зачем зачем нужны все эти люди чтобы вот уже так совсем плохо иначе трудно объяснить почему так востребовано вот это ахинея которую они там несут ну посмотрим в общем а у нас в целом канал как-то вот стал вдруг более популярным я с большим интересом наблюдаю насколько хватит вот этого всего то есть у нас доходило тут до 600 подписчиков в день там где-то 80 тысяч просмотров в день для нас обычным было бы нет для нас обычным было бы в день там ну 30000 ну 80 после просмотров много и подписчиков новых много и я понимаю что там какой-то хайп какие-то топы нас куда-то вынесло я не знаю куда вынесло но но вынесло вот это никогда не бывает вечным если только ты небольшой мастер именно по этим делам а я небольшой мастер я вообще никакой мастер иногда выстреливают у меня есть видео к самая популярная на канале которая имеет не миллион но почти миллион просмотров и этот миллион так накопился знаете в целом за большой промежуток времени хотя может быть там 1300 или 400 накопились там за месяц когда она выстрела попала в какие-то топы по пору по поиску работы как работу искать видео или там как интервью проходить я уж не знаю но но каждый месяц и так там где-то там 45 тысяч на него подходит что в общем то неплохо да ну там сделано пять лет назад но но тем не менее вот уже там почти миллион я думаю что если она таким вот неспешным темпом там по 45 тысяч там глядишь через год и миллион будет если только его не обгонит чего-нибудь очень экстремальное на нашем канале но у нас ничего экстремального нет у нас видео которые собирают относительно много трафика это видео связанные с поиском работы в основном вот одно видео более-менее такое посещаемое это разница между канадой и сша почему-то она где-то там выходит периодически там не помню там 350 400 тысяч такого по вот а так в основном в первой пятерке там может быть четыре видео это про поиск работы можно уточнить посмотреть на так по памяти мы не тиражные такие не как сказать вайрал да я как удобно сказать вирусные по-русски как-то мне слово вирус не нравится тут вайрал поперла такой ну что приехали 10 часов 31 минута последний день работает наш админ ренат едет молодой человек евгений из чикаго по идее он должен завтра приехать в общем мы тут в таком интересном положении как бы стресс такой присутствует дополнительный то есть мало нам того что у нас просто стресс так нам еще и сверху да знать как бы не готе ему мало того что он черный так он еще еврей вот так и вот у нас то же самое получается так интонационно так посмотрите как интересно вот тут на углу парковаться мы не будем потому что тут на углу сверху во время дождя капает на машину станем рядышком здесь надо знать места друзья то так встанешь и будет на тебя там 8 часов капать с крыши опыт не пропьешь все друзья пошел на стрим